Привет моим подписчикам, BMWшникам Те кто не подписался, подписывайтесь, смотрите заново И вам тоже будет привет Так, давненько меня не было с BMW Были другие машины, а BMW давно не было Наверное начали думать, что Все, продал ласточку свою Ну нет, она здесь по-прежнему Все нормально Просто были дела, которые за 5 минут не сделаешь Каждую неделю снимать видео, соответственно, нет резона Долго думал, как назвать это видео Были идеи, там Подвеска BMW печалька Там, подвеска BMW потрачена Шаровые опоры, заговор производителей Ну, короче, как назвал, так назвал Смысл в чем Последние полтора года, как я гоняю на этой BMW Я все время бьюсь с этой хорошей подвеской Те, кто хочет купить BMW Хвалят подвеску ее за то, что она очень управляемая Мягкая, хорошо ведет себя на дороге Туда-сюда Те, кто ездит на BMW, знают, что это капец какой геморрой Постоянно там что-то ломается Эти рычаги алюминиевые Но суть не в этом Все-таки не алюминиевые рычаги виноваты, как я понял Ну, а как я понял Нашел в интернете отзывы, где хозяева BMW говорят, что вроде как Оригинальные рычаги чуть ли не до 200 тысяч ходят А тут вообще печалька По заказам я посмотрел Поперечные рычаги Один заказан полгода назад Второй два месяца назад Один совсем развалился Ну, вообще Люфт сантиметра полтора-два Второй уже люфтит, постукивает Вот и думайте Что, каждую неделю менять, что ли? А, кстати, пока искал, нашел Там, ребята, левый наконечник рулевой тяги Один пишет Ну, все нормально, все хорошо по подвеске Только рулевой наконечник левый Меняю раз в полгода Ну, блин, вообще Интересные редаты, конечно Менять постоянно И думать, что так надо А теперь это видео о том, как я из нескольких рычагов Выбрал более-менее нормальный Ну, как выбрал Там на просторах интернета куча отзывов Мерят, как правило, километрами Прошло там 10 тысяч Прошло 20 тысяч Может, годами, год, два Ну, у одних километры по асфальту У других, вот как у нас в Кумертау По подкатам чиновников километр И мерятся не в количестве пройденных тысяч километров Сколько раз ты смог проехать туда-сюда по городу И при этом у тебя колеса не отвалились Колеса, кстати, съела, само собой Пока рычаги были раздолбаны Никаких углов нет Никакой управляемости нет Машина в колее просто вот так вот ходит Это опасно и неприятно И зачем тогда иметь BMW, если нет управляемости Нет кайфа Драйва от вождения Колеса потрачены Потрачен зимний комплект резины Передок съела Поэтому я даже не спешу вот эти хорошие летние ставить Сейчас вот потестил новые рычаги Поставил Рычаги я покажу вам в гараже Сейчас, чё, как, почём Ну, знаете, качество производителей, ну, честно говоря, говно Вот реально вон тазик стоит У тазика лучше рычаги Шировые в рычагах, чем здесь делают аналоги Неважно, Германия, Китай Многие ставят Глимфёдор Ну, как бы, многие, у кого деньги есть Но тоже на них плохие отзывы есть Попадается Китай, поэтому Как бы рисковать за большие деньги Я не стал Оригинальные рычаги, ну, само собой Ну, если перед весь перебрать на оригинал Получится сотка машин Ну, 300 в край стоит Ну, это вообще Ну, я не знаю, кто это будет так делать Может, есть активисты такие Ну, у меня бюджет не позволяет Поэтому смотрите Там я, кстати, нашёл хорошие рычаги И придумал старый способ Как продлить им жизнь Рычагам, рулевым наконечникам И один там старенький советский лайфхак Про сайлентблоки тоже посмотрите дальше В гараже я всё покажу Потому что здесь Ветрено Плохо слышно А там лучше тепло Начинаем разбирать подвеску А там видно будет Любимая BMW стоит с разобранной подвеской Вокруг облажной дождь Одним словом Печалька Зато появилось время рассказать вам О своей коллекции Я за полтора года владения BMW Уже овладел вот такой неслабой коллекцией И, к сожалению, я начинаю понимать у филателистов Маркет собирать оно поприятнее будет, чем эти рычаги Собственно, о рычагах давайте и расскажу Не рычаг, но наконечник TRW Здесь тоже есть шаровая Мне относительно понравилось его качество Задняя крышка сделана из твёрдого металла Заполнена, в отличие от многих других Полисоставом, который Окутывает шаровую До задней крышки У многих здесь просто полость пустая Здесь в TRW полностью вкладыш К сожалению, не сильно порадовало меня Качество шара Он сверлится, но, правда, тяжело сверлится То есть, я думаю, всё-таки походит Товотница здесь, можно сказать, лишняя Потому что Здесь нету полости Под задней крышкой Некуда накачать масло Но со временем, когда появится небольшой Небольшой люфт Вернее, шаровая прослабнет Можно будет прокачать Это не будет лишним Теперь о старых образцах моей коллекции К сожалению, я не смог снять Пока дождик идёт Старый рычаг, мапка С надписью Made in Germany Рычаг, мапка, вот этот, отходил полгода К сожалению, вылезти нормально он не захотел Я хотел показать, насколько большой здесь люфт Насколько поганый здесь пыльник Но он даже выйти не смог по-нормальному Такой же рычаг мапка Стоит сейчас у меня с другой стороны Он за два месяца уже прослаб И начинает люфтить К тому же у него тоже порвалась Резинка пыльника То есть мапка Это, грубо говоря, мусор В конце, когда я тренировался С установкой товотниц Я поставил сюда товотницу Шар здесь сверлится И сверлится легко То есть сыромятина голимая Даже надпись Made in Germany не спасает То есть мапка в топку Эти рычаги стояли на ней Они уже мененные Кстати, неплохо Только, к сожалению, я не смог найти производителя Рычаг был заменен Когда менялась вся подвеска Но шарова еще здесь немножко держит Она прослаблена, но она не люфтит Я сделал сюда товотницу Кстати, вот на будущее Там дальше будет про товотницы Можно вот такие маленькие делать Почему не делаю? Там резьба, если не ошибаюсь М5 или М6 Очень маленькая Побаиваюсь я Товотницы с большой резьбой Мне внушают гораздо больше доверия Вот этот рычаг Febi Made in Germany В принципе Ну еще Не очень плохо Но Среднее качество Примерно на год Или на два, если хорошие дороги Его хватит Но не впечатлило Также шарф сверлится То есть металл не закаленный Качество на 3 Это неизвестный рычаг Раздолбанный тоже весь Здесь рычаг GP Group Он относительно порадовал Где-то на 3, может 3 с плюсом качество Отходил он свой год Там полтора Ну и не сильно разбился Во всяком случае Под пыльником Там нет воды хотя бы Так И вот теперь о новых Купленных Уже в качестве эксперимента Образцах Вот это Фирма NK NK С красивой упаковкой Был он даже где-то По-моему В полиэтилене Оборудован гайкой Сзади Железная крышечка Качество Оказалось Несмотря на красивую упаковку Говно говном Шарф сверлится Сыромятина-сыромятина И к тому же Уже изначально Он прославленный Сколько будет такая Ходить шаровая Ну Посмотрим Но у меня впечатление Что долго она не отходит Так Дальше идём Вот это меня удивило Реально удивило Это рычаг Мастер-спорт Название Прям Название прямо скажем Что-то советским Ассоциируется С колхозами Там мастер-мотор Ну извините Конечно фирма хорошая Но просто Я имею ввиду Чтобы вы поняли Мастер-мотор Там Трек Шмек Мастер-спорт Похожа Да линейка Но Крышечка же стальная Шар Ну очень 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 Трудно сверлится Конечно сверлится Но Очень Трудно Усилия С которым Передвигается Шаровая Ну На порядок Больше Чем На НК Здесь На НК Кстати Когда я сверлил Смазки За задней крышечкой Вообще Не нашел Вот здесь Вот В Мастер-спорте Смазки Было Минимум Тр-даблью За задней крышечкой Сразу идет Там какая-то Полиэтиленная Втулка И немножко Смазки Я все-таки Там обнаружил Хотя там Очень тесно Это уже Говорит о том Как производитель Относится К производству Своих запчастей Дальше Идем Товотницы Товотницы Теперь я буду Ставить на все Я их испытал Вот на старых Шаровых Это Не шаровые Которые отходились С товотницами Это Шаровые Которые Перед смертью Я поставил Товотницы Чтобы проверить Как она будет держать На герметичность Как Насколько удобно Их ставить Обслуживать В общем Новые рычаги Я сразу делаю С товотницами Хотя это снимает Их с гарантии Ну какая может быть Гарантия С другой стороны На рычаге Сами понимаете Настолько Тугой Рычаг Сразу прокачать Не удастся Но Заполнить Полость Под шаром Которая Вот здесь Пустая Ну и здесь Тоже пустая Смазкой Удастся И это В будущем Должно Продлить Жизнь Рычагу И дать Возможность Мне Периодически Обновлять Смазку То есть Я прокачиваю Она Как-то Может По неплотностям Шара Проходит Смазывает Шар Втулку Поверхность Трения И попадает В пыльник Заодно И выгонит Из него Излишки Может быть Влаги Которые будут Для прокачки Я купил Вот такой Хороший Самый дорогой На рынке Который я нашел Сервис ключ Шприц Очень хорошо качает Я в восторге Плюс его То что Туба в него Полностью помещается То есть Удобство использования Максимальное Вставляешь тубу Закрываешь Пошел Не надо Выковыривать Из тубы масло Засовывать его В шприц Потом Весь в масле Закручиваешь Просто Тубу открыл Засунул И вперед Качаем Товотницы Сами по себе Вот такие Маленькие Штучки Стоят Копейки Рублей по 20 Примерно Каждая То есть Такой тюнинг Не ударит Вам по кошельку Есть маленькие Очень классненькие В принципе Можно Ставить их Они Смотрятся Очень аккуратно Есть Чуть побольше Вот такие Под разным углом Загнутые На одних Рычагах Вот так Под прямым углом На других Немножко Искоси Ну что было То и поставил Особо не заморачивался А вот так Смотрится Маленькая Товотница Гораздо Аккуратнее Шприцуется Примерно Так же Потому что Большая Товотница Она состоит Из маленькой Товотницы И небольшого Поворота С резьбовой Частью После установки Я продолжу Так скажем Ресурсные испытания Этих рычагов Но все таки Уже сейчас Ясно Что рычаги Мастер спорт Не такие плохие Насколько Низкий у них спрос И в принципе Он должен отходить Гораздо дольше Чем вот этот Прослабленный Рычаг НК Про рычаги Мапка Все ясно В общем Если сгорят То я их В печку Если В печке Не сгорят То просто Выкину Давление Этого хорошего Мощного Профессионального Шприца Хватило Чтобы прокачать Даже наконечник ТРВ Шприц Написано Что давит От 3 до 6 Кг Долго он сопротивлялся Но в итоге Вот видно Что смазка Пошла через пыльник Лишнее уйдет Зато не будет Места для Влаги Прослужит он Так намного Долще В наконечнике НК Смазка Моя Выдавила Смазку Заводскую Там ее было Немного Но она С виду Плоховатенькая Поэтому от хорошей Новой смазки Вреда не будет В наконечнике Мастер Спорт Смазка Прошла Но похоже Заводской смазки Там особо-то И не было Поэтому Я считаю Что от того Отниц будет Только добро Пока снимал Вспомнил Еще одну Интересную Вещь Один пост Закрался В душу Один Дяденька Пишет Что он покупает Дорогие рычаги И всего лишь Часто-часто Меняет Вот эти вот Сайлентблоки Шаровая у него Постоянно нормальная Ну так как он пользуется Дорогими рычагами Блин Вот люди Не ума он Что-то делает не так Не должны так быстро Сайлентблоки лететь Сейчас объясню Сейчас объясню Почему у него летят И как избежать этого Когда машина Поддонкрачена Вот сейчас Как у меня Висит там На улице Собирается подвеска Все затягивается Вот Что мы имеем Я Показываю Типа что затянул Машина Встает на колеса Рычаг Уходит Ну вы поняли Сайлентблок Все время напряжен То есть Всю оставшуюся жизнь У вас же не будет Машина стоять Поддонкраченной Она будет стоять Под нагрузкой Под собственным весом У вас постоянно Будет зажат Сайлентблок Я уж не говорю Про тот момент Когда колесо Просто пойдет На сжатие Тогда вообще Сайлентблок Пойдет на выров То есть Его до такой степени Закрутят Что он просто Испортится Он на такой Не рассчитан То есть Имейте ввиду Затягивать Сайлентблоки Надо на машине Стоячей на колесах Иначе вы будете Их менять Как тут дяденька Раз в три месяца И не понимать В чем же подвох Конечно О том Как разбирается Подвеска Я показывать не буду Там все просто Два болта Снял рычаги Еще там два болта Если диагональный рычаг То надо немножко Стойку отпустить И поднять Чтобы было место Как его вынуть Ну и в общем Все знают Что если залез Подвеску В немецкого автомобиля То ты сразу знаешь Несколько немецких Платихих слов Первый это Шайзер Без мата Тем более немецкого Здесь не обойтись Я надеюсь Это видео Которое вы только что Посмотрели Поможет сохранить вам Время Деньги Нервы Ну и Получить радость От любимой ласточки А вы в свою очередь Не забывайте Ставить лайки Подписываться на канал Ну и Следить за новыми видео Которых еще много будет Давайте До свидания Пока